Доброго утра, друзья! Хорошего настроения и удачной предстоящей недели! Несмотря на то, что и лето жаркое, и, к сожалению, в стране бушует вирус, мы стараемся сохранять позитив, бережем свое здоровье, и я призываю вас соблюдать все правила и нормы поведения в период пандемии. Но собираться с самыми близкими, семьей и родными за столом, делиться новостями никто не запрещает. А также за столом в период трапезы, я думаю, что каждый из вас с удовольствием будет угощать родных, близких детей, любимых людей вкусностями, которые мы сегодня с вами и приготовим в LG Studio. Сегодня мы приготовим с вами два блюда, которые порадуют всю семью, я уверена. Во-первых, я запланировала приготовить вкусный обед. Это будет пикантная, интересная и очень яркая, яркая по-летнему курица в соусе карри-манго. Экзотика, но весьма доступная. А еще сегодня я предлагаю побаловать всю семью классным десертом. Это будет простой, доступный, не очень сложный шоколадный торт. Вот с него мы и начнем. Я вам предлагаю приготовить шикарный шоколадный торт, который может приготовить даже школьник. Простой шоколадный торт. Мука, яйца, сахар, растительное масло, разрыхлитель, какао, сливочное масло, вода. Я очень люблю простые, быстрые рецепты, потому что я знаю, что вы не на кулинарном или не на кондитерском курсе. Хочется так, посмотреть 31 канал и быстро приготовить что-нибудь вкусное для своей семьи. Ну и, естественно, готовить это нужно из того, что есть в холодильнике. У нас 4 яйца уйдут на бисквит. Бисквит, в принципе, мы будем делать весьма простой. Он будет слегка влажный. Мягкий бисквит. Сначала взбиваем просто яйца. Можем использовать венчик, миксер, любой гаджет, который захотите. Как только яйца взбились, появилась пена, мы начинаем добавлять сахар. Сахар вводим постепенно и вбиваем яйца до того момента, как сахар растворится, а масса увеличится в объеме. Масса увеличилась в объеме, получился такой знаменитый из детства, еще гуголь-моголь. Теперь я добавляю сюда растительное масло. 5 столовых ложек. Раз, два, три, четыре, пять. На счете 5 мы закончили. И снова взбиваем. Можно на небольшой скорости. Я думаю, масло полностью разошлось в яйцах. Теперь мне венчик не понадобится, точнее электронный венчик или миксер. Я добавляю муку и буду ее сначала перемешивать ложкой и лопаточкой. Можно сделать это вилкой. То есть здесь уже взбивать не нужно, нужно перемешивать. Единственное, в муку я сразу ввожу разрыхлитель. То есть сухие составляющие мы перемешиваем отдельно. Ввели. И порционно, ну не порционно, скажем так, а постепенно, вот, правильно сказать. И постепенно выкладываем муку в яичную основу. Начинаем замешивать жидкое тесто для бисквита. Если мука просеянная, хорошего качества, не тяжелая, не просыревшая, вы видите, что она моментально растворится в этой яичной массе. И у вас получится вот такое вот гладкое, жидкое тесто. Перемешали, даем настояться, не спешите. Я отставляю в сторонку и сразу включу духовку. Дело в том, что выпекаться этот бисквит будет минут 40, но при температуре 160. То есть у нас будет такая щадящая температура. Но поставим мы его в теплую духовку. Я пока поставлю температуру градусов 150. Пока тесто, можно сказать, настаивается, пока духовка разогревается, мы вывариваем соус. Соус у нас, естественно, будет шоколадный, так как пирог вроде как бы шоколадный, такой мини-тортик, да, быстрый. А шоколады пока вы еще здесь не увидели. Итак, что я делаю? Я начинаю кипятить воду, в которую я выложу сахар. Сейчас пока все делаю на глаз, граммовку я вам потом напишу. Растворяю сахар сразу, он потом подкипит. И будем вываривать соус. Теперь, смотрите, у меня вода с сахаром закипели, и сахар немножко уже проварился. Я не скажу, что у нас получился сироп, нет, но вода уже стала немножко такой желтоватой, то есть у нас только-только начинает вывариваться сироп. И масса, естественно, количество жидкости у нас будет увариваться. Я добавляю сливочное масло. Растворяю его, у нас такая получится сначала жирная водичка. И добавляю какао-порошок, 2 столовые ложки с горкой. Так, соус уваривается. Я выливаю тесто, потому что духовка у меня разогрелась. Духовой скаф LG Studio имеет функцию быстрого нагрева. Она разогревается, есть таймер, может предложить, напомнить, что все уже можно выпекать. Вот я выкладываю тесто. Разровняли и сразу ставим в духовочку. Ставлю я в духовой шкаф LG Studio. Приставляю температуру. Обратите внимание, в духовке LG Studio линейный температурный контроль, который позволяет регулировать градус еще точнее, с наименьшими отклонениями. То есть теперь блюдо пропекается еще лучше, еще равномернее. И, например, мне нужно выпекать при температуре 160 градусов. А на разогрев я поставила 155. Оставила небольшой люфт. Сейчас выставляю на ту температуру, которая мне нужна, и выпекаю. Бисквит еще в теплом виде. Мы прокалываем либо шпажкой, либо это можно сделать макарониной. Я говорила, что он не сильно поднимется, если большая площадь, и будет достаточно высоким и толстеньким таким, если объем формы будет поменьше. И теперь я заливаю шоколадом. Он тоже должен быть теплым и не горячим, но при этом не холодным ни в коем случае. Пропитываем. И сейчас, когда он пропитается, мы можем его украшать на ваше усмотрение. Любыми фруктами, любыми посыпками, ягодой, шоколадом. Вот как хотите, что хотите. Я думаю, что у меня будет ягода с шоколадом, конечно. Вы знаете, я никогда этого не скрывала. Я вообще не кондитер. И я люблю больше пироги, нежели торты и пироженки. И для меня лучший десерт – это какое-нибудь сметанное желе. Или, не знаю, там какой-нибудь манно-карамельный кекс. Что-нибудь такое, нежели торты. Поэтому вот у меня из меня украшатель не очень хороший, из меня плохой кондитер. Поэтому у меня такие всегда простые-простые решения. И нам важно не сколько красиво его размазать, потом масса сама застынет, как ей надо. Сколько нам очень важно, ребят, его хорошо пропитать. Вот этими движениями мы как бы часть массы загоняем в те отверстия, которые мы с вами сделали макаронинкой. Все, пропитываем, а украшать будем немного позже. Простой шоколадный торт. Яйца я взбила, затем добавила сахар и хорошо взбила до увеличения массы. Затем добавила растительное масло, размешала. Муку соединила с разрыхлителем и постепенно ввела в тесто, постоянно помешивая. В сотейнике я соединила воду и сахар, хорошо проварила, добавила сливочное масло, дождалась полного растворения и ввела какао. Соус шоколадный я уваривала. Форму смазала сливочным маслом, переложила в нее тесто и поставила выпекать в заранее разогретую до 160 градусов духовку. Готовый бисквит немного остудила, сделала проколы, пропитала подготовленным шоколадным соусом и украсила тертым шоколадом и ягодой. Мы приготовили шоколадный пирог или шоколадный торт. Он сейчас пропитывается и скоро будем пить чай, вкусный чай с этим пирогом. Ну а сейчас, как я и говорила, еще одно блюдо, которое сможет быть отличной альтернативой для обеда или ужина. Причем это блюдо подойдет для всей семьи, потому что и дети его полюбят, и пожилые люди, ну и естественно люди, кто активно занимается спортом или даже устраивает для себя какие-то разгрузочные дни. Мы сейчас приготовим курицу с рисом в соусе карри-манго. Курица с рисом в соусе карри с манго. Растительное масло, лук, сладкий перец, чеснок, имбирь, соус три желания карри с манго. Филе курицы, густые сливки, сахар, соль, изюм. Звучит, конечно, это экзотично очень все, но на самом деле все гораздо проще, чем звучит. Я сразу поставлю рис. Рис варить вы можете любым удобным и знакомым для вас способом. Дома обычно я варю в рисоварке или люблю очень варить в казанке. Но сейчас здесь, в студии, отварим его в сотейнике. Круглый рис или длинный басмати, темный рис, можете лазер, ну, любой, вот тот, который нравится вам. Обработанный паром или необработанный паром. Что есть, что нравится вам в гарнире, то и будет. Но так как это немножечко такая восточная нотка или индийская, я все же выбрала длиннозерный рис для того, чтобы как-то немножко сочеталась сама подлива с этим гарниром. Что я делаю дальше? Ох, как некрасиво отрезала я луковицу. Мне понадобится луковица, но так как я буду готовить не очень большой объем, я возьму половину луковицы. На грудку подойдет одна луковица. У меня тут половинка грудки, наверное, будет, чтобы не готовить слишком много. И лук мы режем, хотите, перьями, хотите, чтобы был такой более однородный соус, мелким кубиком, а можно полукольцами. Я сделаю лук поменьше. Теперь, как только лук мы нарезали, я добавляю где-то 2 столовые ложки растительного масла. Не нужно делать слишком жирную и слишком масляную курицу, потому что соус у нас тоже весьма такой сытный будет. И обжариваю лук. Лук не нужно зажаривать до таких каких-то черных фрагментов, темных. Нам, в принципе, лук нужно жарить до размягчения. Поэтому помешивая просто, чтобы он развернул свой вкус, отдал свою сладость, пикантность, за это время я нарезаю курочку тоже приблизительно одинаковым кубиком таким. Вот приблизительно такой кусочек должен у вас получаться где-то на один укус. При жарке, имейте в виду, эти кусочки будут еще мельче. Они ужарятся, немножко филе отдаст свой сок. О, уже запахло лучком. Вот эта вот половинка грудки, это, по сути, две полноценные порции. Причем такие немаленькие, учитывая, что здесь еще будет рис. Поэтому из одной грудки, большой, единственное, вы видели, что у меня грудка большая, куриная, можно приготовить обед на 4 человека. И как раз, когда у меня лук поджарился слегка, я выкладываю курочку. Обжариваем ее. Движемся дальше. Следующий этап – это перец. Мы берем сладкую паприку. Опять же, одна паприка прекрасно восполнит весь объем на 4 порции, большая паприка. Но так как мне, во-первых, хочется, чтобы паприка у меня была цветная, во-вторых, паприка у меня достаточно большая, а я использую всего объем ингредиентов на 2 порции, я возьму буквально треть каждого перца. Хочется, чтобы было поярче. Желтая, красная. Удаляем семена. И перец тоже режем кубиком. Сначала на полоски. Доску я перевернула. И начинаем резать кубиком. Так, не забываем помешивать. Курочка слегка-слегка будет подрумяниваться с каждой стороны. Все делаем на средней температуре. Нам у нас нет цели прям зажарить. Вот только сейчас появилась уже такая более выраженная золотистая корочка у лука. И запечатывается каждая сторона куриного филе нежного. Так мы сохраняем его сочность и при этом стараемся сохранить и сок внутри, и запечатать волокна куриные. То есть, чтобы они уже сузились и весь бульончик остался внутри. Так, куриное филе, оно достаточно быстро готовится. Но перец я поэтому пока еще закидывать не буду, потому что перец готовится еще быстрее. Что еще я хочу добавить в это блюдо? Чеснок. Лето это, по-моему, самый классный период для чеснока. Чеснок и дешевеет, и он молодой, ароматный, постоянно свежий. Я беру 3 зубчика чеснока и просто его шинкую, измельчаю. Хотите его в соус, можно добавить пластинками. Немного его покрошили. Так. И имбирь. Корень имбиря, даже в период пандемии, вообще для меня это такой достаточно зимний продукт, но в период пандемии он всегда полезен и актуален. Имбирь можно натереть на терке, а можно поперек волокон нарезать вот такими вот ароматными, сочными кружками. Ну, наверное, где-то вот такой, да, отросточек, от корня на 2 порции будет достаточно. На 4 порции можно использовать где-то сантиметров 8 корешок, причем небольшой, не очень крупный. И желательно, вот у меня был имбирь прям свежий, молодой. Первое, что я делаю, закидываю имбирь. Перемешиваем. Имбирь должен чуть-чуть поджариться в масле и при этом отдать сок. Вот сразу другой запах. Обжарили имбирь, теперь время перца. Выкладываю перец. Слегка перемешиваю. Температура у меня средняя, 6 на плите. Ну, то есть вы делаете средний уровень пламени, если вы работаете на газе. Закидываю чеснок. Здесь уже его зажаривать не надо. Перемешиваем, перемешиваем, перемешиваем быстренько. И добавляю изюм. Если вдруг категорически в вашей семье не любят никаких изюмов в блюдах, то не добавляйте. Можно добавить черный или коричневый. Теперь хорошая щепотка соли. Но не переборщите. Можно сразу добавить щепотку сахара. Потом посмотрите, если захотите, чтобы этот соус был еще слаще, еще вкуснее, насыщеннее, можете добавить сахар еще. Теперь я вливаю жирные сливки. Жирность максимально, которую сможете купить. У меня профессиональные кондитерские сливки. Они хорошо подходят для пасты, для сливочного соуса. Но я понимаю, что не всегда и далеко не во всех магазинах они продаются. И они достаточно дорогие. Поэтому здесь я рекомендую вам максимальной жирности, которой сможете купить сливочки, эти и добавьте. Нам где-то сюда на две порции полстаканчика сливок. Ну и самая изюминка, которая и делает это блюдо не только пикантным, но еще и ярким, но еще и ароматным, но еще и такое название интересное дает. Кариманго. Это, конечно же, я добавляю уже готовый соус три желания кариманго. Соус три желания кариманго уникален тем, что вот эта вот пряность от индийской знаменитой специи кари смягчается сладостью экзотического фрукта манго. Сочетание отличное и, между прочим, очень популярное. Поэтому и соус так полюбился многим покупателям. Кстати, то, что отличает соусы три желания, это их состав. В состав входят кусочки натуральных овощей, специи, травы. Давайте посмотрим, каков. Этот соус мы как-то с ним уже готовили. У него очень красивый вкус. И вот такая вот однородная нежная консистенция. Я добавляю его где-то 3-4 столовые ложки. И этот соус, с ним можно делать и сэндвичи, и роллы, и гарниры спокойно. И ко вторым блюдам он подходит. Ну, а сегодня он у меня прям участвует как основной компонент во вкусном соусе. Я его перемешиваю. Видите, какое сразу стало блюдо у меня. Букет индийских смесей кари. И даже здесь сейчас слегка улавливается аромат манго. Мы буквально немножко тушим, буквально 2-3 минуты в соусе, чтобы курица впитала в себя этот главный вкус. И, мне кажется, уже можно будет убирать с огня. Курица с рисом в соусе кари с манго. Рис я отварила до готовности. Луковицу нарезала. В небольшой кастрюле прогрело растительное масло. Добавила лук, обжарила. Курицу нарезала средним кубиком. Добавила к луку и снова обжарила. Перец очистила. Нарезала кубиком. Чеснок измельчила. Имбирь нарезала ломтиками. Добавила к курице. Перемешала. А немного позже добавила перец, чеснок, изюм, соль, сахар. Залила все сливками. Добавила соус кари с манго. И перемешала. Протушила 2-3 минуты. Готовую курицу я подавала с отварным рисом. Друзья, у нас все с вами готово. Мы приготовили с вами вкусный обед. И именно вот так вот ярко и по-летнему выглядит блюдо курица. В соусе кари с манго. Ну, в данном случае на рисе. Но вы можете использовать любой другой гарнир. Вот так вот просто по-домашнему, ну, очень душевно выглядит наш торт. Такой быстро импровизированный шоколадный торт. Кстати, сверху я его украсила, как я и говорила, ягодой. И в теплом виде посыпала стружкой шоколада. Шоколад потихонечку тает еще пока в теплом шоколадном соусе. И получается такой интересный микс. Ну и, естественно, этот торт нужно подавать к вкусному чаю. Сегодня предлагаю классику. Компания Ахмат Ти всегда ставит качество чая, качество своей продукции превыше коммерческих амбиций. И сотрудники, команда Ахмат Ти все время работают над созданием новых купажей, новых букетов, новых невероятных ароматов и вкусов чая. А это наш любимый напиток. Сегодня предлагаю английский завтрак. Классический чай, с которым можно начинать день. Я люблю его с молоком. Он прекрасно бодрит, у него очень красивый цвет. Но поверьте мне, он также великолепно сочетается с лимоном, медом, имбирем. Ну и вообще без ничего, без сахара, без каких-либо добавок он чарует своим ароматом. И употреблять этот чай я могу в любое время дня. Зарядившись вкусным чаем, вкусным тортом, вкусным обедом, мне осталось пожелать вам приятного аппетита. Надеюсь, что мои рецепты вам сегодня пригодятся. И, друзья, не забывайте, пожалуйста, беречь себя, следить за своим здоровьем, укреплять иммунитет. Будьте активны, будьте осторожны, будьте внимательны. И я желаю вам только-только крепкого здоровья, улыбок, счастья, позитива, веры в лучшее. Мы с вами встретимся через неделю на 31-м канале. Смотрите проект «Готовим Садель». И я буду рада сказать вам снова добрый день и приятного аппетита. Редактор субтитров А.Семкин